Всем добрый день. Сегодня ходили по магазинам, с утра по делам пошли, потом по магазинам прошлись. Зашли в Волфорд, в магазин такой. Купили там, нашла такой хороший коврик резиновый для теста. Такой коврик. 3 евро стоит, или 350, но тешево. Вроде качество хорошее, буду тесто делать, а ценю. Должен быть хороший. Тут и шкала есть. Ну, удобный коврик. Хотела давно такой коврик купить, но вот это только нашла его. Что это шкала означает? Ну, тесто в мире. Объем формы, и там можно уже под форму делать любое тесто. Немного неудобно, чтобы не складывается. У нас резиночку, резиночку не дали. Так, Стасик себе купил носочки. Носочки и такие чопиточки. Такие тапочки. На Николая. На Николая. Новогодняя все. Все новогоднее уже, новогоднее. Держи. Ох. Все новогоднее, новогоднее настроение. И все новогоднее. Так, возвращались, поехали в Рево. В Рево что мы купили? Купили груши. 2 евро стоит. Сейчас скажу. 1 килограмм. 2 евро килограмм. Акция. Грушки мягкие, вроде должны быть вкусные. Так, грушки купили. Так, завтра выложу вам видео с магазином. Завтра выложу видео с магазином. Морковка. Папс. Это биоморковка. Килограмм тут. 1 килограмм. 99 центов. Морковка хорошая. Крупная, мощная. Такая морковочка. Воду суп. Хочу суп сварить. Морковка нужна. Лук тоже купили. Короче, в Рево потратили мы. В Рево потратили мы, сейчас скажу, 33 ойра. 33 евро. Купили еще моющие ели донесли. Сумки тяжелые, но в моем были так нормально. Моющие осетства уже его брала. Это гель для чистки. Я им все чищу. И кухонную раковину, и туалет чищу, и тушевую кабину, и умывальник ванной. Короче, все чищу этим гелем. Помидорки. Особо выбора не было. Было 2.30 помидоры стоят. Особо выбора не было. Вот немного взяла. Немного взяли помидор. Так, одну сумку распаковали. Сейчас проступаем к другой сумке. Я все тут. Все тут. Так, хлеб. Половинку хлеба черного взяли. Что-то он расплился уже. Евро 33. 428 грамм черных хлебушек. Навесное это. Так, хлебушка вся. Такой грибочек. Как называется? Это гриб. Сальчик захотел. Называется вешенка. Вешенки. 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 Какой гриб? Вешенки. Вешенки. Ну, короче, вешенки, так они и вешенки. Чеснока. Такой чесночок. Буду готовить салат со свеклы. Очень. Я уже давно, кстати, не делала. Очень хочу. Селедку под шубой чуть позже сделаю. Сегодня буду готовить. Кстати, селедку под шубой сделаю на день рождения Стасика. Ты не любишь селедку? Не, не, не. Так, активию купили. Так, две активы. Активия сейчас тоже в РВ по акции. Евро 50. Четыре баночки. Так, купили еще йогурт. Живого йогурта. Три баночки тоже. Это маме. Она его любит. Для меня лично он очень калорийный. Я его только в тесто добавляю. Мне, кстати, писали в комментариях, что ненормально с этого йогурта делать тесто. Но я вообще в шоке от таких комментаторов. Потому что этот йогурт, он как сметана. 10% он как сметана. И что сметана в тесто добавит. Что этот йогурт, результат один и тот же. Так, еще сумка у нас накупили. Вот это такое по тяшести. Две водички. Вот эту воду всегда беру в РВ. Что-то сегодня РВ. Вот Арина неправильно ставлю. Так, эту водичку, две бутылочки. Хорошая минеральная ВТ. Да, потому что вода закончилась. На, укажи зарядку. А, это сайтики шоком магазине. Купил себе провод для зарядки, потому что порвал провод. Уже заряжает свой телефон. Так, свеклу купили. Вот так много. Тут востоянный килограмм свеклы. Свекла по 2 евро. Буду делать салат. Салат буду делать. И, кстати, на эту оставлю. Ну, а что ее показывать? Хорошая обычная свекла такая. Ну, дорогая 2 евро килограмм. Я считаю, дороговастенько. Буду делать салат свекольный. Сейчас яиц нету дома. Надо еще яйца-то купить. Так, лук не нашли хороший. Купили такой. Миленький лук. Ну, евро 30. Вот это стоит тут килограмм. Пилограмм. Но это цена нормальная. Нормальная, но он такой мелкий, как для салата. Как салатный. Это самое хорошее. Так, и пачку кофе. И пачку кофе купили. Кофе, по-моему, или по акции, я что-то там на прилавке была. Цена 5,50. Сейчас я по чеку посмотрю кофе у нас. Да, 5,50. Самое дешевое в Реве. Оно не по акции, а в Атеке оно стоит 7,99 или 6,99. Что-то в таком. А в Реве оно 5,50. 5,49. Не знаю, сфокусируется. В общем, в Реве мы потратили 33 евро. 30 евро. И в этом магазине, World Warp. Мы потратили 6,75. Купили вот это зарядное устройство. Купили коврик. И что еще? И все. И все. Короче, вот так скупили. Сегодня у нас такая погода. Это пасмурно. С утра так немного солнышка было. Сейчас пасмурно опять. Мы возвращались, с автобуса шли. Уже дождь накрабывал. Погода у нас свежевает. Уже говорила видео. Утром солнце печет. После обеда дождь льет. Сырая погода очень. В принципе, в том году то же самое было. Сырая. Вот эта сырость. Неприятная такая осень. Кофе купила. Отлично. Потому что кофе закончилось. Вот сейчас покажу. Я его в банку. В стеклянную банку. С подрастворимого пересыпаю. Тут вот немного осталось. Сейчас пересыплю опять. Кстати, вот эту сахарницу купила в Кике. Вот эту сахарницу. Сегодня увидели. Со 7 евро, по-моему, чуть лучше. Даже чуть-чуть пожалела, что купила. Так, а ну, для сахара нормально. Нормально для сахара. Хороший вот этот магазин. Мне очень понравился. Товары хорошие и под доступным ценам. И кастроли в магазин сняли. Ну, там надо комбинировать видео. Нарисать, потому что кусочками. Выложу видео с автора. Посмотрите. Экскурсия по магазину будет. Вот эту распаковочку сняла. Не знаю, как-то в магазине снимать. Не очень удобно. Продавцов много. Много людей. Людей я не снимаю на камеру. Ну, так, немного товара вам со сняли. Короче, вот так. Пришли домой. Сейчас буду готовить. Хочу суп сварить. Грибной суп будет у меня сегодня. Грибной суп. Ну, вот так. Купили все необходимое. Потратили около 50 евро в целом. Ну, не 50, а около 50 евро в целом. Потратили. Ну, купили самое-самое необходимое. Всем хочется пожелать хорошей недели. Теплой погоды, чтобы у вас не было погоды, как у нас в Берлине, потому что у нас одни дожди и одна сырость. Хочется уже снега. В магазин заходишь все новогоднее, все праздничное. А на улицу выходишь, ну, слякоть слякотью. Погода не праздничная. Кстати, на Новый год, я думаю, будет точно такая же погодка. Будет слякоть тоже, ну, как и в прошлом году было. У меня в сайте там елочки светятся. Дома тоже такое настроение новогоднее, елочное. А на улице все хмуро. Всем хочется пожелать хорошего настроения. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно подпишитесь на канал. Не будьте растерявшими. Подписывайтесь. И не забудьте ставить лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем всего самого лучшего. А я не прощаюсь, а до скорой встречи.